Здравствуй, YouTube! С тобой Шварценпух, он же Александр. Сейчас я опять пишусь без компьютера, но, правда, уже с компьютерного стола. Сейчас, дабы не вибрировать камерой, я уберу руки со стола и просто сяду. Сегодня я буду рассказывать уже не про звуковую карту, а про пульт. Ну, насколько можно рассказать? Это пульт как пульт, а если точнее, это Alto AMX100. Один товарищ, с которым мы, собственно, на работе и работали, он почему-то называл их LTO, наверное, потому что у них на логотипе буковка А обозначается таким треугольником большим, просто LTO. На самом деле, просто Alto. Пультов таких, или пультов, пультов, наверное, существуют две модификации. Простой 100, как у меня, и 100FX. Я потом покажу, где именно, но у него располагалась целая линейка еще с эффектами. И эффект процессор там, я уж не знаю, что в него там входило, но, тем не менее. Купил я Урсрук. На тот момент ему уже, по-моему, было года 3-4, а поскольку это было уже года 4 назад, то можно понять, насколько он старый. И неудивительно, что он потихоньку уже начинает выходить из строя. Вот. Юзался он еще до покупки мною звуковой же карты. То есть, я уже с него сигналы запускал по линейному выходу в звуковые карты обычные. На тот момент у меня была какая-то модификация саундбластера Audi G, который работал очень чисто, но иногда с тормозами. Ну, неважно. Собственно, сегодня я опять пишусь в свой моднейший диктофон. Звук выводится напрямую с пульта. Ради этого здесь и висит этот мой убер-микрофон. И если тут где-то пролезает листочек, это, ну, скажем так, набор фраз, набор тезисов, которые нужно обсудить, что ли. Ну, теперь, собственно, кратенько об органах управления. Это пульт, повторюсь, самый, что ни на есть, примитивный, поэтому у него особенно рассказывать и не о чем. Ну, первонаперво идут крутилка уровня, которая регулирует выходную громкость. Потом лево-право, панорама, пан-под. Это уровень посыланной эффекты. То есть, что выходит, сейчас скажу, звук отсюда посылается в какой-нибудь процессор, будь то там педаль эффектов или еще что-нибудь в этом роде. Возвращается сюда и с помощью этой ручки примешивается в нужной пропорции к сигналу на данном канале. Ну, далее идет трехполосный эквалайзер. Все микрофонец Нейди показал себя как нечто все-таки достаточно верхастое, поэтому у меня и выведены верхи немножечко поменьше, спиленные. Ну, далее идет, собственно, регулировка усиления самого микрофона. Даже можно видеть, что она здесь не выставлена на максимум, хотя казалось бы. Ну, и дальше вход джековый и XLR. Вот здесь надо уже сказать очень важную вещь, на которой я очень сильно погорел. Если вставлять микрофон, подключать сюда с помощью джека, пускай он даже будет в сто раз балансный, он не будет получать должного усиления. Я пытался вворачивать туда предусилители другие какие-нибудь или еще что-нибудь в этом роде. Но оказалось, что мой старый динамический микрофон работал бы нормально, включив я его сюда. Но я, видите ли, поленился, погнался за универсальностью и в итоге вылетел вот так. Теперь-то я все микрофоны подключаю по XLR и все. Не знаю практически бед. Ну, кроме того, что здесь первая линейка практически вся накрылась. И при включении он выдает не столько перегруз, сколько полное отсутствие сигнала. Просто несколько секунд горит лампочка перегруза. Ну, собственно, дальше здесь что у нас идет? Это возврат, это выход дублирующей наушники. Это основной выход, с которым у меня сейчас все идет на диктофон. Далее идут все этот tape in, tape out. Это просто стереопара, вход для нее и выход на нее же. Это у меня все строго заведено со звуковой карты. Если присмотреться по цветовой разметке, черный и желтый – это вход на пульте и, соответственно, выход на звуковой карте. А, соответственно, выход с пульта красный и белый – это вход на звуковой карте. Они с помощью этого хитрого переключателя, назначения которого многие не очень хорошо понимают, Control Room и Control To Mix, ой, в смысле, To Track To Mix. Вообще это означает всего-навсего, что будет слышно с пульта в наушниках. А здесь можно, в принципе, завести сигнал со звуковой карты на запись этой же самой звуковой карты. Силами самой звуковой карты, боже мой, уже в третий раз. Сделать это проблематично. Но зато это получается примерно то же самое, что стереомикс в обычных Realtek. Ну, можно заметить, что здесь еще достаточно моднявая ручка общего уровня громкости и достаточно малоинформативный индикатор уровня. Ну, вот такие вот, в принципе, пироги. То же самое касается стереопар. И, в принципе, вот где-то здесь, вот в этом месте, должна была располагаться линейка спецэффектов. Будь это IMX100 и FX, но тем не менее. Ну, собственно говоря, еще что тут можно отметить, что, к сожалению, опять же, если подключать по TRS, то есть по джекам, никакого фантомного питания никто здесь никогда не получит. Это отчетливо видно даже в схеме. Ну, собственно, на этом о пульте можно сказать все. Пишу я через него, пишу я всю музяку через него, как равный и звуковую карту, поэтому о качестве можно судить. На YouTube ничего не расслышишь. Равно как и то, что, покажусь опять, диктофон несколько шумноват, как таковой. У него просто шумные предусилители. Ну, это, собственно, и не важно. Речь разборчива, все четко, никаких лишних эхо и прочей лабуды. А за всем я, наверное, откланиваюсь и отключаюсь. Вот как-то так, наверное, уважаемый YouTube. Ну, а как обычно... И до скорых встреч. Спасибо. Спасибо.